МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости лайв в студии Никита Борискин. Главные темы сегодня. Информационные технологии в агропромышленном комплексе. В крестьянско-фермерском хозяйстве Темниковского района работают настоящие роботы. В отношении главного казначей республики проводится проверка. По предварительной формации речь идет о совершении преступления коррупционной направленности. Одна из достопримечательностей Саранска – послание в стене здания городадминистрации к жителям 2017 года. Узнать, о чем оно жители столицы Мордовии смогут уже в этом году, 4 ноября. В региональном отделении партии «Единая Россия» выбрали участников предстоящего предварительного голосования. Какие требования выдвигаются к кандидатам, знает Данил Пуршуков. Главная тема расширенного заседания регионального полицовета партии – сентябрьские выборы главы Мордовии. Пунктов в повестке немного, и второстепенных среди них нет. От участия регионального отделения в главном политическом событии года до подготовки предвыборной программы. Первым делом члены партии большинства утвердили кандидатуру участников предварительного голосования. Помимо Владимира Волкова бороться за место кандидата на пост главы будут еще двое – республиканский министр экономики Владимир Мазов и глава Чамзинского муниципального района Вячеслав Цыбаков. Самое главное, что глава государства Владимир Владимирович Путин выразил надежду, что Владимир Дмитриевич Волков сможет провести соответствующим образом избирательные кампании 2017 года и продолжит свою работу в дальнейшем. Требования к участникам предварительного голосования самые строгие. Отсутствие судимости и счетов в иностранных банках – вещи понятные. Даже административных правонарушений на счету потенциального главы республики быть не должно. Из неофициальных требований умение отдавать все силы на благо народа и активная гражданская позиция. Именно такие строгие критерии и определяют троих выдвиженцев. Нам с вами доверено право создавать наше великое настоящее. И только с Единой Россией, только в единстве наших целей, с народом, в единстве и с партией мы уверенно победим. В ближайшее время участникам предварительного голосования предстоят многочисленные встречи и острые дебаты. А 21 июня им предстоит принять участие в 24-й конференции регионального отделения партии, делегаты которой на тайном голосовании и определяют имя будущего представителя Единой России на сентябрьских выборах. Для этмотива на прошедшем собрании звучала мысль о том, что политика Единой России в республике должна оставаться социально направленной. Ведь главная задача для партии большинства не просто заслужить доверие избирателей, а сделать условия жизни в республике максимально комфортными. Данил Паршаков, Евгений Фролкин. Новости. Лайф. В Мордовии полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. Спортивные объекты Саранска выглядят все массивнее и основательнее. Один из них – стадион Мордовия-Арена. На сегодня он уже приобрел отчетливую форму и габариты. Портал застройщика стадиона в Саранске к чемпионату мира по футболу в 2018 году «Спорт.Ин» опубликовал новые кадры арены. Так выглядит сегодня Мордовия-Арена, ориентировочная готовность которая составляет около 60%. Число рабочих, занятых на стройплощадке, превышает 1200 человек. До этого сообщалось, что в минувшую пятницу установили все 88 внешних консолей кровли. Мордовия-Арена будет вмещать 45 тысяч зрителей. Информационные технологии пришли в агропромышленный комплекс. В крестьянско-фермерском хозяйстве «Луч» Темниковского района работают настоящие роботы. Современные доильные системы обслуживают стадов в 240 голов. Применение роботов позволило в два раза повысить молочную продуктивность на ферме. Как животные отнеслись к инновациям, выясняла Евгения Кострица. В крестьянско-фермерском хозяйстве «Луч» дойка проходит практически без участия человека. В штате предприятия нет доярок. Их заменили операторы, чьи обязанности входят следить за работой машин. Вовремя устранять неполадки и менять фильтры. На ферме со стадом 240 голов работает 10 человек. Применение роботов позволило увеличить продуктивность каждой коровы, а значит прибыль хозяйства и, соответственно, заработок работников. Средние заработные платы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Луч» – 18 тысяч рублей. Начинали тоже где-то с 20 голов. В первое время. И дошли? И дошли до 240 голов. Начинали с 20 голов. Было, конечно, трудно первый раз. Очень трудно, потому что так как роботы, они как бы новые, краской пахнут, коровы не понимали, куда идти, и веревками затаскивали, и толкали их. Приходилось всякое. Сейчас коровы сами идут на дойку. Робот обрабатывает вымя, сдаивает первые струйки, присоединяет доильные стаканы, по окончании доения отсоединяет их и проводит завершающую обработку. В процессе всей работы машина делает анализ молока, определяет объем и жирность, наличие крови. В последнем случае молоко выбраковывается и сливается. Брака так как не очень много, ну там литров 30-40, ну это нормально. Плюс, если новоотельные, вот например, корова-телка отелилась, или корова отелилась тоже, заходит в робот, робот определяет, что молозиво, молозиво тоже отеляется в бетон. В бетон, отмечаем тоже этот бетон, например, там сегодня отелилась 110-я корова. 110-я корова. Отмечаем туда, вешаем бирку, 110-я корова. Подоилось, мы от этого молозиво поем теленка. На шее каждого животного закреплен чип, по которому умная машина определяет корову. Чаще, чем один раз в 4 часа, а пора доить животное не будет. Весь процесс корове не доставляет дискомфорта. В случае, если животное не удается приучить к роботу, ее отправляют в другое хозяйство. Всего на ферме 4 машины, которые бесперебойно работают вот уже 2 года. Евгению Костриц, Алексей Буянкин, Темниковский район, Новости Лайф. Далее новости экономики, и я передаю слово Ольге Ермаковой. Здравствуйте! Новости экономики в эфире НТМ. Правительство России упростило порядок подсчета стажа для страховых пенсий. Начиная с 2015 года в страховой стаж при начислении пенсии включается период ухода за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или лицом старше 80 лет. С сегодняшнего дня подтвердить эти периоды документально стало проще. Для этого достаточно сведений персонифицированного учета. Подают эти сведения в пенсионный фонд те организации, которые обеспечивают выплату пенсии лицу, за которым осуществлялся уход. В разгар дачного сезона помните о качестве растений, которые высаживаете на своем участке. В Саранске встречаются недобросовестные продавцы рассады. Управлением Россельхознадзора по республике Мордовия и Пензенской области установлено 8 фактов реализации гражданами саженцев плодово-ягодных культур без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества. Рейдовые мероприятия проводились в апреле в районе торгового комплекса «МАКС». На сегодня это все, что я хотела рассказать. С понедельника программа новости экономики меняет свой формат и будет выходить один раз в неделю в рамках информационно-аналитического блока программ. Актуальные вопросы экономики, цен и налогов мы будем обсуждать по субботам в 18 часов вечера. До скорой встречи! В отношении главного казначей республики проводят проверку. По предварительной информации, Виктора Кедрова подозревают в совершении преступления коррупционной направленности. Руководитель Мордовского управления федерального казначейства Виктор Кедров занимает свой пост с 1998 года. До этого более 10 лет был заместителем министра и министром финансов республики. Правоохранительные органы пока не раскрывают подробности следственных мероприятий. Открытым остается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении финансиста и избрании меры пресечения. С 12 по 14 мая в МГУ имени Огарева проходит региональный этап федерального студенческого турнира трех наук среди студентов вузов Приволжского федерального округа. Турнир проводится Мордовским университетом и Всероссийским клубом молодых исследователей при поддержке программы развития деятельности студенческих объединений Министерства образования и науки России. Представители семи регионов Приволжского федерального округа борются за место в финале турнира. Подробности в материале Елены Сергеевой. Жеребьевка. Девять капитанов бесстрашно тянут конверты с порядковым номером. Каждая приехала за победой. На кону место в финале турнира трех наук. Команда Екатерины Гарифулиной из Уфы принимает участие уже в третий раз. В прошлом году девушка стала лучшим игроком турнира. Ее команда завоевала бронзу. В этот раз на интеллектуальные соревнования приехали новички. Екатерина уверена, выступит достойно, ожидания от поездки оправдаются. Моя команда – это изначально самые лучшие ребята. Они все прекрасно об этом знают. И они знают, что я всегда в них верю, абсолютно уверена в них. Это всегда огромное количество эмоций. Это всегда очень интересные научные дискуссии. Это очень много нового в плане науки, в плане саморазвития, в плане развития своих каких-то способностей и развития своих идей, самое главное. Первый турнир состоялся в 2013 году в Воронеже. Проходил он менее масштабно. Теперь самых талантливых студентов выбирают в каждом федеральном округе. Четыре команды победительницы попадают в финал. Едут в Воронеж. В этом году в Приволжском федеральном округе местом проведения турнира стал Мордовский государственный университет. Здесь, в Поволжье, мы собрали девять команд из разных городов Приволжского федерального округа. И площадка выбрана не случайно Мордовский госуниверситет имени Огарева, потому что это один из крупнейших и сильнейших вузов данного федерального округа, более того, имеющий очень богат опыт в плане организации мероприятий, научной направленности, поэтому нам здесь очень приятно работать. Задачи участники получают заранее. На очном этапе им предстоит отстоять свой вариант решения в научных боях. Часть заданий предлагают крупные промышленные компании. Наиболее отличившихся студентов могут пригласить туда работать. Другие задачи нацелены на проверку фундаментальных знаний в области физики, химии и биологии. Участникам можно использовать модели и экспериментальные методы. Чем сложнее задача, тем приятнее найти ее решение. Подготовка происходила очень интересно, очень сложно. Вначале нам пришлось даже арендовать квартиру для того, чтобы собрать команду и обсудить задачи. После обсуждения задач мы подготовили план экспериментов, которые нам необходимы. И на базе нашего университета, и Института химии у Фимского уже провели эксперименты и обработали их результаты. Турнир – это уникальная возможность применить накопленные фундаментальные знания в области трех наук. Отсюда и название турнира. Кто сильнее впечатлит членов жюри оригинальными и практичными решениями, станет известно 14 мая. Команда победительницы продолжит готовиться к финалу, который состоится осенью 2017 года на родине турнира в городе Воронеже. Елена Сергеева, Владимир Надькин, Новости Лайф. Послание к жителям 2017 года – одна из достопримечательностей Саранска. Оно замуровано в стену здания городской администрации, запаяно в металлическую капсулу. Оставлено послание было полвека назад, в 1967 году. Узнать, о чем оно жители столицы Мордовии смогут уже в этом году, 4 ноября. Торжественное вскрытие капсулы с письмом станет одним из аккордов празднования Дня Народного Единства. В тот же день будет заложено новое письмо к жителям 2050 года. Это будет настоящий глаз народа, ведь в составлении послания потомкам может принять участие каждый житель Саранска. Все, кому есть что сказать будущим жителям города, должны принести свои мысли в городадминистрацию в письменном виде, либо прислать по электронной почте. На сегодняшний день уже передано около 50 работ. Творческие работы будут проанализированы. На их основе составит одно послание, которое и будет заложено в капсулу. В МГУ имени Огарева креативных и инициативных молодых людей учат воплощать в жизнь самые смелые бизнес-идеи. Помочь привлечь к своей задумке внимание инвесторов научит форум «Фаст Саранск». О планах организаторов и надеждах участников расскажет Ирина Просолова. Открытие форума. В просторной аудитории мало свободных мест. Участники собраны, внимательны. Организаторы обозначают задачи. Мы сформируем большую-большую команду молодежи будущего, которые поведут нашу республику и Россию в прекрасное, светлое, так скажем, и красивое развитие. Сделают наш регион, республику Мордовия инвестиционно привлекательным не только с точки зрения развития экономики, но и с точки зрения человеческого капитала. В Саранске «Фаст» впервые. Спикеры готовы обучить реализацию идей в практически любой сфере. Проекты готовят по 14 направлениям – от агробизнеса до инноваций и информационных технологий. Форум является частью Всероссийской форумной кампании 2017 года. Это подготовительная часть, где ребята учатся прописывать свои проекты от идеи до защиты перед экспертами. Участники слушают, конспектируют, задают вопросы. Креативный бизнес-тренеры из Удмуртии умеют удержать внимание аудитории. Рассказывают доступным языком о сложных вещах. Да и лекции в их изложении не выглядят скучными. С одной стороны, это будет материал больше лекционный. С другой стороны, в формате этого лекционного материала предусмотрим все-таки немножко интерактив. То есть, когда будет участникам дана возможность по каким-то заданиям прорабатывать свой проект, то есть доводить его до такого конфетного состояния. Студенты из Таранской муниципальных районов республики, молодые специалисты, активисты общественных организаций. Научиться воплощать свои идеи в жизнь хотят многие. Заявку на участие в форуме подали 130 человек. У каждого есть задумка, перспективный проект. Приобретенные на форуме бизнес-навыки помогут их реализовать. Молодые люди полны творческих задумок и задора, настроены на серьезную работу. Так сразу не угадаешь, потому что участвуя в таких по тому роду проектах, на самом деле выгоды получаешь как лично, так и общественно со всех разных сторон. Поэтому здесь можно описывать до бесконечности все преимущества того, почему нужно участвовать в подобных форумах. Я жду от форума, естественно, новых знакомств в первую очередь. Говорят, приезжают очень сильные тренеры, очень сильные будут проходить мастер-классы. Хочется научиться правильно поставить цели проектов, хочется правильно научиться их прописывать, писать все грамотно и потом быть достойным специалистом в своей сфере. Форум «Фаст Саранск» будет проходить два дня. Его итог – презентации готовых проектов. Они пригодятся участникам в будущем на конвейерах проектов, грантовых конкурсах, презентациях в рамках встреч с потенциальными бизнес-партнерами. Ирина Просолова, Алексей Буянкин, Новости.Лайв. В Национальном драматическом театре состоялось торжественное награждение участников республиканского конкурса «Родной язык в моей семье». С подробностями Анастасия Целигина. Республиканский конкурс компьютерных презентаций «Родной язык в моей семье» проходит в республике во второй раз. Его цель – сохранить этническую самобытность и культуру финногорских народов, пробудить и воспитать в молодежи интерес к истории родного края. Обязательное условие – показать умение использовать родной язык в разговорной речи. Организатор конкурса – республиканская архивная служба. Работы, которые представили, были на мокше языке, на эрзи языке, также на татарском языке и на коми-пермятском языке. Потому что и коми-пермяки, и мордва относятся к финно-угорской группе. И в рамках соглашения о сотрудничестве мы проводим данный конкурс уже между двумя регионами. Участники конкурса – школьники и студенты Мордовии. Ребят разделили на три группы. В первую входили учащиеся шестого и девятых классов, во вторую – десятого и одиннадцатых, а в третью – студенты первого и четвертых курсов. Всего на конкурс поступило 32 презентации от учеников городских и районов школ и студентов колледжей Республики Мордовия. Я в первый раз участвую в этом конкурсе «Родной язык моей семьи». Я в своей презентации показала свое место, где я родилась. Там еще я написала стихи на своем мордовском языке про родителей, про маму, про сестру. Победителям и призерам вручают награды. Звучат стихи и песни на мордовском языке. Организаторы планируют расширить географию конкурса. Участвовать в нем смогут представители диаспоры из других регионов. Владеть родным языком – значит уважать свой народ, его историю и традиции. Анастасия Целигина, Алексей Буянкин. Новости.Лайв. 7 мая завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходил в сербском городе Новисаде. Напомним, что представитель мордовской школы борьбы имени Мишина Артем Сурков стал чемпионом в греко-римском виде весовой категории до 66 килограммов. Спустя некоторое время после возвращения в Саранск Артем дал интервью нашему каналу, где рассказал, почему сейчас вдвойне сложно бороться на европейской арене. Против России выходят мы, наша страна очень сильна в нашем виде спорта, в борьбе. Поэтому у нас каждый соперник, кто бы не был, настраивается как на последний бой. Я даю для этого все свои силы, все свои эмоции. Поэтому нам и сложно, и приходится настраиваться. Нас и вынуждают, хотят любыми путями выиграть. И судейство в всех практически случаях против нас, против сборной России. Поэтому мы уже привыкшие к этим провокациям, уже привыкли не обращать на это внимания, выходить, бороться своей борьбой, выигрывать. Полную версию интервью смотрите в программе «Спорт итоги» в субботу в 18.00. А в это воскресенье также в 18.00 на нашем канале будет показан фильм «Взлетная полоса». Мои коллеги расскажут о достижениях республики за минувшие пять лет. А на этом пока все. А впереди еще прогноз погоды и новая серия из цикла «Республика мастеров». Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова